Купили тачку, а там стволы. Сразу несколько проблем. Мы в пробке, у нас мало бензина. Опа, а вот и второй. Приехали, смотри. Ой, что-то печальные какие. Вот это я долго искал, но это топ. Это оригинальный спойлер Фоха. Вот это фартануло. Ну просто это подарок такой. Привет, друзья. Наверное, прежде чем начать этот видос, должна быть какая-то предыстория. Потому что изначально я ехал покупать совсем другую тачку. Это должна была быть двенашка под проект. Потому что свою предыдущую двенашку черную я продал еще ранней весной. Ну так как она была, она немножко не в кондиции, чтобы ее продолжать делать, вкладывать. Там были проблемы. Ну много было проблем по техничке и по внешке. И как бы нецелесообразно было ее восстанавливать. И вот сейчас я нашел в Киеве две машины, которые я поехал, посмотрел. И как бы я думал забрать сразу две оптом, потому что продавал один перекуп, которому, как оказалось, на вид лет 20, не больше. Ну, возможно, я ошибаюсь. И как в итоге оказалось, эти тачки были полным утилем. Даже за те деньги, за которые они продавались. Их красная цена это 2,5 тысячи долларов за две штуки. То с тем расчетом, что одну сразу же можно вести на разборку. Поэтому история про осмотр десятки и двенашки у молодого перекупа я оставлю на второй канал, потому что мы их не купили. Но как бы материал был отснят. Я думаю, вам будет интересно посмотреть. Сейчас история о том, как мы купили девятку, даже не думая ее покупать. Так как после осмотра десятки и двенашки мы поехали в МакДак похавать. И заезжая на парковку, я увидел эту машину, которую я смотрел, можно сказать, вчера вечером дома, когда еще был. Чисто такие варианты набрасывал, которые можно посмотреть. Мы не связывались с хозяином, мы никому не звонили. Мы просто подъезжаем на парковку. Я вижу спойлер ФОХа на этой тачке. И смотрю, я говорю, она походу продается. Захожу в объявление, те же самые номера, та же самая тачка. И вы представьте, совпадение найти машину, которая продается чисто случайно по всему Киеву. Киев, это не маленький город. Так получилось, что она мне понравилась и мы ее купили. А как происходила покупка и с какими трудностями мы столкнулись, вы увидите в сегодняшнем ролике. Поэтому приятного просмотра. Не забывайте про розыгрыш призов, который будет в сегодняшнем видео. И который у нас происходит в каждом видео. Оставляйте комментарий, ставьте лайк под этот видос и подписывайтесь на канал. Это одно единственное условие, чтобы выиграть один из призов из моей коробки от компании InterTool. Ну, коробки у нас сейчас с собой нет, но призы еще остались. Поэтому смотрите внимательно, не перематывайте. А кто знает, возможно, в предыдущем розыгрыше выиграли именно вы. Погнали! Короче, нереально повезло. Просто подъехали похавать в Макдональдс. И стоит тачка, которую я вчера смотрел. Я говорю, что-то похожее. Заезжаем сюда, реально крыло. Типа она, оно мененое. И реально тачка... Ну вот, эта машина. Плохо видно, но она типа, вот она номера. И мы не можем дозвониться до хозяина. Хотя машинка вообще неплохая. И типа, я ее вчера добавил в избранное, но мы не приезжали ее смотреть чисто целенаправленно. Но раз судьба нас свела, что вот мы приехали похавать, и тачка стоит. И еще неплохо смотрится. То, в принципе, сейчас нужно вызывать хозяина. Ну, в любом случае, нам нужно уезжать на чем-то домой. А это очень даже неплохой вариант. 0.15 0.2 Лянь, даже арки не гнилые. 0.2 Еще и музыка есть. Ну, ляда крашеная, но она у них под... Вот, оно видно, да, переход. Да, пороги целые. Но они типа, как бы, не очень красиво выглядят, но не целые. Самое главное, это стиль зада, лянь. Вот это я долго искал, но это... ТОП. Это оригинальный спойлер ФОХА. Не, ну, главное, чтобы он вышел, завести... Да даже если дымит, там в сальнике клапановые кольца. Тысяча и полторы. Бля, хоть прям не такожа, пипец, а что делается, что вы сидите, пипец. Все целое днище. Вот это тема. Вот это фартануло. Ну, просто это подарок такой. Один лишь только путь. Разбежавшись в крыкну со скалы дыр. Вот я был, и пломать меня не стало. И когда об этом вдруг узнаешь ты, тогда поймешь, кого ты потерял. Что это за пыльные бури такие? Это нет ветер поднялся? Нет, нет ветер поднялся. Ветер поднялся, и вон там все вообще мутное. Так, ладно, мы забрали диск. Мы вообще не задаток, ничего не оставляли. Чувак тупо в шоке. Мы такие, все, забираем за 1900. Он такой, как, чего делать? Лучше, чем с пустыми руками домой возвращаться. И уже будем ехать на своей машине. Доверка на год. Нормально хоть доверка на год. Да. Она на газу, можно на ней как бы самому сейчас ездить. Ну давай, вот там стиль близко. Алла Макс. Лопнул он или нет? Нет. Ого, я даже братца не видел. Сильно, да? Я говорю, ты его выкидь. Треба варить вообще. Ну да. Да, а у вас вы же не варите? Да, не варите. А то, а вы почитали ремонт? У нас немае сварочных работ. Ага. Ладно, будем все так, счастье. Спасибо. Пипа. Где-то такое на веселье. А спонсор этого выпуска компания Апекс. Здесь можно начать зарабатывать, абсолютно ничего не вкладывая. Для этого нужно выполнить несколько простых заданий. На моем балансе 2690. Одновременно ставит огромное количество игроков. Мы ставим 400, автостоп на двоечки, нажимаем играть. Шкала пошла расти. Нажимаем забрать досрочно. Мы выиграли, наш баланс увеличился. Точно таким же образом, увеличивая ставку на 1000, нажимаем играть. Если ставочка дойдет до 2, то у нас выведется автоматически. Но мы нажимаем забрать досрочно. И снова выиграли. Делаем последнюю ставочку на 500. И автостоп сработал снова. 4186. Всего лишь за 10 минут. На сайте есть кешбек. Если не выводить деньги, то они будут постоянно преувеличиваться на определенный процент. Вот на данный момент у меня до 4999. 0,6% в сутки. Поэтому ссылочку на Апекс и бонусы я оставлю в описании под этим роликом. Ждем время. Человек до 3 часов, даже может до полчетвертого на работе. Поэтому сказал немножко погулять, подождать. А тем временем мы отвезли колесо. Что бы уже сделали. Мы задатки ничего не оставляли. Мы забрали колесо просто так. И поехали, отвезли его, что бы рихтанули. Потому что чувак попал в яму и там немножко скривилось колесо. Потом забираем с работы хозяина. Едем сразу, пишем доверенность. Машину мы покупаем по доверенности. Мы не оформляем ее на себя. Два человека вписываются в доверенность. И можно ее будет переоформить тогда уже либо на меня, либо на второго человека. Либо вообще на любого, кто захочет ее купить. Если вы пишете доверенность только на одного себя. Сами на себя вы поставить ее не можете. Можно только будет на другого человека. Поэтому учитывайте это, когда покупаете тачку и хотите ее переоформить на себя. Машина с газом, газ вписанный. Запустили, работает ровно. Не троит, не дергается инжектор. Ну, в общем, все как нужно. Практически без подкрасов. Что нужно будет покрасить, это крыло и капот. Потому что там есть небольшие коцки. Все вот эти моменты перекупские вы сможете увидеть на втором канале. Ссылочку я оставлю в описании. Что вы понимали, это не та тачка, которую мы купили. Тупо две одинаковых тачки. Ну, как бы это немножко пободрее по состоянию кузова. Он забрал, да? Забрал. Был. Фу, блядь, воняет как. Купили тачку, а там стволы. Первый, ну это так, знаете, цветочки. Второй мы уже переложили, потому что если нас рисуют, то не совсем будет хорошо. Пошли второй покажем. Это наше сопровождение. Опа. А вот и второй. Тоже пневмат. Достался в качестве сувенира. Но это мы оставляем здесь, а то забираем с собой. Потому что, я же говорю, если нас рисуют, еще донецкие номера. Вообще не разобеспаливо. Я еще забрал, попросил оставить мне зарядку. Шнурок оставил? Конечно. Я попросил, мне говорят, айфон садится. Смотри, у нас есть AUX. Иконки. Так, без них мы не доедем. Автомаз без окон. У нас есть поворотник. Ну, в общем, у нас условный комплект, чтобы доехать домой и не остановиться, не сломаться. Ну, это вот, хрена себе, 250 рублей кабель еще. Кресты есть. Не надо. Смотри, тут они даже не побитые двери. Они подкрашивались, но так. Замок, чтобы двери закрывать, а то ж не работает. Задний. Короче, unpacking машины, обзор, разбор будет позже. Сейчас нам нужно сделать газ, поменять патрубок и, наконец-то, выехать. Все, поехали. Еще есть поворотник. Еще есть поворотник. Да, они чистые просто. Реально, они вот... Да, двери целые, посмотри. Здесь все целое. Мне очень приятная машина, на самом деле. Я говорю, крыло покрасить и все. Реально, вот единственный косяк, это вот переднее крыло, которое с жестким зазором, но это самое дешманское крыло. Вот так. А вы не? Даже на десулях. И оригинальный спойлер. Это без отровода, да? Это... Антенна была, да? Это не антенна, это они закрепили его так. Япочка. Ну, с другой стороны, это хорошо. Они не сверлили. Обычно он изнутри выцветливается туда. Дно есть, пол есть, не дымит. Масло залили. Сразу несколько проблем. Мы в пробке, у нас мало бензина, у нас дохрена громко звучит выхлоп. И мы в центре Киева в час пик. Первая задача нам не обзохнуть. Вторая задача нам купить переходник на газ, потому что мы пытались его сделать, а он, ну, в общем, сломался. Поэтому сейчас еще магазин покупаем. У нас есть немного газа, мы заправили. И нам этого хватит, чтобы выехать с Киева. Но вопрос, сколько мы будем выезжать с Киева, и не закипит ли у нас тачка. Но она как бы греется, включается вентилятор, и она начинает остывать. То есть, она не кипит. Но реально жарко. На улице 35 градусов. Суета. Ну да, есть небольшие проблемы с глушителем, но у меня есть глушитель банка. Осталось с восьмерки, еще у меня их было две. Одна чуть-чуть погнута, но мы ее выровняем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет, подожди, что нам нужно сделать? Нам просто надо его длиннее купить вот такой вот. Ну, все, я думаю. Уже владели сколько раздевок. Вот этот, наверное, задрожил. 14 или 16 там вообще. 50 гривен? Да. Да. Давай попробуем. За кусок 50 гривен или за метр? Ну, за кусок, а тут метр. Да нам, чем больше, тем пойдет. Причем, самое интрижное. А. Нам вот это сейчас сделать, и надо вот туда на разворот попасть. Нам еще заправиться надо. Да. Подходит? Да, идем дальше. Полтос, да? Почти подошел, да? Подошел, ну, натянули, да. Так оно лучше, чем свободное. Все, спасибо. С поломанным крылом она вот смотрится, вот реально, она ровная. И ГРМ новый, и генератора новый. Ну вот старые ремни, сейчас новые стоят. И вот старые запчасти, фильтр стоит. Я первый раз вышел в девяткой, чтобы сейчас остался. И он здесь поменянный относительно, это жугольный. Это жирная комплектация просто. Комплектация, Бог. Закрывай. В этой комплектации идут иконы, кресты. Поехали. Сейчас подъезжаем к киптям, к развязке. Вспомнил, проверить решил, точнее вообще, есть ли свет. Оказалось, что правая фара не светит. Не критично, но там стоят менты. И вот ставили нормально все. Нормально работает. Машина спокойно охлаждается. Расход небольшой, как на газу ездит, так и на бензине. Поэтому все, продолжаем движение. Я не буду нажимать стоп. Я так буду. Кстати, на слевый стоп не горит, поэтому я его решил не нажимать. Проехали, в общем, тихо, мирно. Кстати, я вот решил проверить, у нас какие там габариты светят. Возможно, у кого-то хватило ума поставить лампочки габаритов красного или синего цвета. Ну, нас бы точно за это дрюкнули, потому что это не наши полицейские. Это такие вот злые менты на трассе, которые дрючат за каждую мелочь. Поэтому лучше проверить, остановиться, чтобы дальше ехать спокойно. Остается у нас сколько? Километров где-то 190, а ну, в районе 200. Сколько? 75. И приедем мы уже ночью. В общем, вчера добрались с ветерком, нормально, никаких происшествий не произошло. И сейчас приехали мы в гараж. Я уже содрал в молдинге, потому что, ну, это первым делом нужно было сделать, чтобы оценить повреждения. И со всего, что я вижу, это мы будем делать бэтбой капот, потому что он немножко здесь заломлен. И чтобы его перекрашивать, ну, его в любом случае перекрашивать, не хочу колхозить мухобойками, поэтому будет бэтбой. Будут у нас линзы, так как у нас отражатель выгорел фарей. И эта фара плохо светит ночью, это новая, это хорошо. Естественно, будет краситься крыло и дверь. Почему дверь? Потому что, во-первых, вот здесь небольшие, такие вмятинки. И то дверь будет краситься вот отсюда и по, ну, наверное, низ. Верхнюю часть мы не будем красить. Переходиком сделаем. Вот, отклеил молдинг и вот этот рыжий. Остальные части все ровные, все четкие, поэтому три элемента в покрас. Я думаю, это сами даже подготовить сможем. Просто отдать, чтобы задули. Задок в идеале. Ну, лючок это стандартная тема, подмажется карандашиком, вообще трогать не будем. Крышка багажника целая. По этой стороне полностью все целое. Ну, вмятина есть небольшая. Ну, я думаю, оставим так, как есть. Разве что только полирнуть. Ну, и, естественно, поубирать молдинги, сполировать все вот эти вот наклейки. Но этим мы уже умеем заниматься, поэтому сегодня самое главное это придать внешке немножко и сделать выхлоп. Потому что 4 часа с такой вот квадратной головой мы вчера проехали, потом полночи звенело в ушах. Поэтому будем заниматься, будем делать. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Причем на холодную. Да и по езде машина очень приятная. Несмотря на то, что горит куча лампочек, стоп не работает задний левый стоп-сигнал. Меняется лампочка и индикация тухнет. Ну и полное отсутствие датчика уровня масла. Просто нужно замкнуть два контакта, потому что по словам владельца, когда у него потекло оттуда, он просто решил поставить заглушку, чтобы не заморачиваться, не покупать датчик. Опять же, можно заморочиться купить датчик, но зачем, если есть щуп? Тоже логично, да? Так, немножко еще по салону подскрипывает, по Киеву это не было заметно, но по нашим дорогам это заметно прям очень хорошо. И сейчас, наверное, выйдем в тенечек. Я остановлюсь, еще более подробно вам расскажу, какие планы у меня на этот автомобиль, потому что продавать я ее в ближайшее время не собираюсь. Нереально на улице, сейчас 9 часов утра и уже градусов 30 как минимум. Я вот только вышел, сел в машину и весь мокрый. В общем, какие планы у меня на эту тачку? Пока она будет жить с нами. Почему? Потому что она мне понравилась, честно. По ходам, по езде и это отличный автомобиль, как раз для летнее время, для поездок на природу, в лес. Она не низкая, она не высокая, да, вот как бы этого будет достаточно. Смысла как-то особо сильно занижать я не вижу. Да, возможно, вкатаем немножко в тонировочку, хотя вот именно, не знаю, вот такая вот приглушенность выгоревшей старой тонировки, вот она именно подходит в машине как никогда. Убрали молдинги, полирнули, заварили глушитель, чтобы можно было на машине ездить. И она стала уже более похожа на автомобиль быть. Ну, она и была похожа на автомобиль, а этой стороной прям вообще все идеально. Но, под перекрас у нас пойдет дверь, на которой есть рыжики и вмятины, причем переднее правое крыло и капот. Капот, естественно, как я и говорил, будем мы делать в Бэтбой, потому что он и так немножко здесь вот надломанный, поэтому хуже мы уже не сделаем. Выровняем, покрасим и будет полноценный тазик. Даже отдаленно она мне напоминает мою синюю девятку, только это не синяя, а зеленая. Она также была с высокой старой торпедой вот такой. И примерно по кузову она была в таком состоянии. Машина, я еще раз повторюсь, пороги родные, дно полностью целое. Ну, просто это редкость найти такую тачку, да еще и в Киеве. Хотя в Киеве она была недолго, и, возможно, из-за этого она еще вот так хорошо сохранилась. Донецкие номера 1996. Друзья, это код моего рождения. И многие из друзей уже, которые видели ее, говорят, что ты номера видел, да, да, ты понимаешь? Да, я понимаю, все прекрасно и... Да, прикольно. Переоформлять не буду, буду ездить по доверке. Доверка у меня на год, поэтому, возможно, если кто-то все-таки захочет ее приобрести на будущее, да, вы можете написать мне. Я буду иметь в виду, что вы хотите ее приобрести. И как бы уже будем кооперироваться, так как по ней будет сделано еще много чего, да, за эти пару месяцев. Потому что, ну, потому что судьба такая у этого автомобиля, что ей будет дана вторая жизнь, хотя она и не умерла еще, но, в общем, как сказать, все будет впереди. В общем, всем спасибо, друзья, за просмотр. Такая вот нежданная покупка. Дальше больше. Всем пока. А сейчас пришло время выбрать победителей предыдущего розыгрыша. Первое у нас видео было про мустанг, естественно, и 1154 комментарии у нас было под этим видео. Поэтому первый победитель, нажимаем старт, и у нас рендерятся все комментарии, обрабатываются. Всего будет два победителя, потому что один из победителей из прошлого видео, когда-то там, когда-то было, написал, что я смотрел, вот не поздно. Ну, и как бы человек был по месту, я ему отдал пассатижи. И теперь остались бакорезы, и вот первый победитель Артем Лохматов. Огонь! Подписочка оформлена, пиши мне в Инстаграм, либо же в Телеграм. Ссылочки будут в описании. Выберешь один из оставшихся призов. И второй приз у нас клеевой пистолет. Все проекты огонь, продолжай в том же духе. Алекс Винтер. Подписочка оформлена, пиши мне в Инсту, либо Телеграм, для того, чтобы забрать свой приз. И поскольку призы с предыдущей коробки у нас закончились, я, как и обещал, закупаю новую коробку с более ценными призами. И те, кто будет оставлять комментарии в сегодняшнем ролике, получат призы уже из новой коробки. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok